С 21 по 25 августа в Минской области прошло специальное комплексное мероприятие подросток. Его проведение связано с увеличением количества правонарушений и преступлений в подростковой среде. В целом на территории Солигорского района криминогенная обстановка на уровне прошлого года. Роста подростковой преступности на территории не зарегистрировано, но это по сравнению с предыдущим годом. Было 12 в этом году. В прошлом году за аналогичный период времени 14 преступлений расследования, по которым было окончено. Касаемо тех проводимых мероприятий на территории Солигорского района, это и посещение несовершеннолетних сотрудниками милиции по месту жительства, посещение несовершеннолетних признан в социально опасном положении, рассмотрение определенных категорий граждан, в том числе с детьми, которые допустили совершение противоправных поступков. В сельских исполкомах на заседаниях Советов ОПО за летний период времени также был возбужден ряд уголовных дел. Это в городском поселке Старобин подростки повредили без причины автомобиль. Возбуждена статья 339 Уголовного кодекса, это хулиганство. 22 августа у нас в Солигорском отделе Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье 212, часть 4. Это хищение денежных средств путем использования компьютерных технологий, где несовершеннолетняя группа элит организованной, наш выпускник школы, совершил хищение путем фишинга в сумме 270 белорусских рублей. При мониторинге персональных страниц одной из несовершеннолетней, учащихся в школах города Солигорска, было выявлено распространение экстремистской символики и нацистской свастики. В данной ситуации несовершеннолетняя возраста административной ответственности не достигла. Будем давать оценку родителям в части воспитания своей дочери. На что еще стоит обратить внимание, так это на увеличение случаев продажи спиртного несовершеннолетним. В Солигорском районе только с начала лета выявлено 11 фактов реализации спиртного несовершеннолетним. Три из них повторно. По всем фактам была проведена проверка, были изъяты записи камер видеонаблюдения. Касаемо реализации, это были как табачные изделия, так и пиво, так и крепкие алкогольные напитки. Хочу обозначить, что по всем фактам это были частные торговые объекты. Магазины Солигорсторг спиртные напитки несовершеннолетним не продавали. Солигорсторг спиртные напитки несовершеннолетним не продавали.